книга открытым оком тема священство вопрос 3959 том 28 и как же увещевают диамида его собратья по несчастью быть в той же упряжке отвечает игнатий тихонович лапкин давят к смирению и к полному безмолвию я за последние дни перемолотил более 10 тысяч файлов статей и ни одного ответа диамиду нет полностью духовного все дело в невозрожденности авторов они толкуют о чем угодно и слова правильные как будто бы исторгают а все тянут под уже сложившиеся трущобы и завалы кто-то к патриарху подлизывается а кто-то просто ругается на благовестие никто не зовет ни один а без благовестия все это пустой звук эти же их ответы читайте а кто-то просто ругает вся на благовестие никто не зовет ни один а без благовестия все это пустой звук эти же их ответы читают и евреи и мусульмане и разные ретики и что они могут о нас подумать а только одно что попали в морг давно протухшим мертвецам вот как понимают супер православные двоеточие кавычки открываются почему же одних так прелестил содержание почему же одних так прелестили содержание интонация и дух в кавычках обращения епископа диамида и нашли самую горячую поддержку в их сердцах другие же лишь продолжают огорченно и печально вздыхать как от очередной очень ловкой провокации когда родные и близкие люди что называется в кавычках по своей воле попадают в какую-то хитро подстроенную ловушку чем смущает интонация и смысл обращения несмотря на кажущиеся верными для части православных людей словами и доводами которые в нем приведены смущает очевидной категоричностью и верой в собственную правоту собственные силы верой в то что человеческими силами можно изменить положение вещей а ведь это самое страшное заблуждение вера человека в собственные силы и пагубнее этой веры и нет ничего это прямой путь к погибели потому что если бы подписаны потому что если бы подписанты письма во всей полноте верили в бога а не в людей то и обращение свое обратили бы не ко всем архипастырям пастырям клирикам монашествующим и всем верным чадам святой православной церкви а к господу ибо просить надо бога а не человеков и тогда господь смог бы прочитать следующее господи иисусе христе сыне божий мы клирики монашествующие миряне анадырско-чухотской епархии во главе с нашим архипастырем и отцом преосвященнейшим епископом диамидом обращаемся к тебе господу и богу нашему в настоящее время в русской православной церкви московской патриархии членами которой мы являемся существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения и далее по тексту таким образом патетическое воззвание обратилась бы в заурядное донесение или донос в основе каждого произведения на уровне подсознания всегда заложена мысль даже не та которую хотел выразить автор а то что выразилась помимо его воли анадырские пастыри хотели рассказать о нестроениях в нашей церкви но на самом деле рассказали многое о себе в духе этого воззвания появился дух светскости и советскости дух вчерашних пионеров и комсомольцев для которых впитанные с детства советских школах манеры поведения являются совершенно естественными несмотря на то что облеклись они уже выноческие и священнические одежды а духа рассудительности главной христианской добродетели в этом воззвании не видно именно поэтому пришлось по сердцу слова и дух этого обращения нашим братьям в кавычках ревнителям с интернет сайтов русь православная и русская идея и прочих квази патриотов надо с сожалением заметить что к ним примкнули и некоторые достаточно 3 вам трезвомыслящие люди именно этот факт огорчает больше всего представим что может ответить господь прочитав на это обращение не скажет ли он нам что представим что может ответить господь прочитав это в кавычках обращение не скажет ли он нам что мы и таких пасты и такого патриарха и такого государственного устроения какое сейчас есть и при котором мы можем свободно строить храм и не таясь молиться в них совершенно не достойны и вовсе не заслужили что все это господь дал нам не по каким-либо нашим заслугам а только по своей неизреченной милости как бы в долг с надеждой что мы все это отработаем и вернем как врученные нам таланты смогли бы мы услышать слово такого в кавычках обращение из уст действительно признанных авторитетов сегодняшней русской православной простите смогли бы мы услышать слова такого обращения в кавычках из уст действительно признанных авторитетов сегодняшней русской православной церкви архимандрита кирилла павлова или протеерея иоанна миронова отца николая гурьянова или архимандрита иоанна крестьянкина конечно же нет потому что и ныне здравствующие и уже упокоившиеся батюшки наши строили свою деятельность в соответствии совсем в соответствии с совсем другими категориями категориями личного внутреннего нравственного совершенствования это совсем другое духовное пространство обитая в котором остается возможность обрести надежду на спасение надо сказать что молитвы за власть которые ставят в вину нашему священно началью подписанты совершались самого начала апостольской проповеди цитата и так прежде всего прошу совершать молитвы прошения моления за всех человеков за царей за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочести и чистоте 1 тимофею 3 1 2 все в кавычках обращение покрыто как бы тонкая сетью лукавства и создается впечатление что большинство из тех кто на страницах печати или на интернет сайтах выступали в поддержку обращения так и не исторгли из своего сердца яд большевизма и уже не слышат они сегодняшнего духовного авторитета кому не единожды обращались в прежние времена епископа приморского и владивостокского вениамина которые комментируя появление очередного публичного обращения епископа диамида указал кавычки открываются что все эти вопросы надо рассматривать спокойно и в духе церковности они виде светских митингов в кавычках в виде открытых писем конец цитаты не слышат братью троицы сергиевской лавры куда сегодня за духовным укреплением едут сотни тысяч паломников которая с предельной точностью указала владыки диамиду на то что цитата используя формат открытого письма при обращении к его святейшество архиереям русской православной церкви вы прибегаете к одному из самых спорных инструментов демократии борьбу с которые вы считаете одной из главной задач церкви на то что своими обращениями при освященный сенот противопоставляет себя всей полноте при освященный диамид простите противопоставляет себя всей полноте русской православной церкви и попирает принцип соборности кавычки закрыты таким образом рассудительное духовенство указывает братьям что для достижения даже самых благих побуждений не достойно православным христианам а тем более столь уважаемому пастыру действовать в духе академиков сахаровых и гинсбургов вбрасывая в души в сознание пораженных советской духовной проказой людей столь сложные болезненные вопросы которые предлагается решить быстро и однозначно как уже говорилось выше именно потому они нашли бой быстрый отклик у тех кто уже давно мечтает изменить положение дел как в русской православной церкви так и в самой россии жесткими хирургическими методами в глубине воззвания сосредоточен вовсе не дух благочестия а дух бунта и революционности такой дух уже владел в россии умами причем весьма нравственного духовенства в начале 20 века и к чему это привело хорошо известно и сегодня среди некоторых патриотических изданий очень модны мысли о том что только революция может сегодня спасти расти от давлеющего на дне иго мне эти призывы видятся глубоко ошибочными не революция а благочестия и чистота тех кто сегодня призывает к революции к насилию и бунту можно смело назвать последователями милюковых гучковых и керенских всех этих нравственных уродов которые заварили революционную кашу в начале 20 века а затем сбежали из россии а русский народ расплачивался за них собственной кровью я уже не говорю о лениных троцких и прочих революционерах которые с беспощадностью маньяков терзали россию именно к этим революционным временам призывают нас вернуться современные псевдо ревнители что это будет за государственное устройство с автоматами наперевес да из-под палки к богу господу нужна наша свободная воля наш свободный выбор выбор этот есть даже у самого отъявленного грешника и этот выбор он самостоятельно должен осуществить в своем сердце по совести по правде божией а вовсе не под дулом автомата ибо господь сказал милости хочу они жертвы в ангеле от матфея 12 7 но возьмут эти ревнители власть установят пулеметы на крышах и заставят всех по воскресеньям ходить в церковь и изучать закон божий насильно были уже такие предложения в современной кавычках исторической литературе один автор высказал мнение что государю николаю второму нужно было жесткая рукой подавить революционные устремления русского общества в начале 20 века двоеточие кавычки открываются выкопали бы пару беломор каналов а вот чтобы бунтовать нет не допустил бы не мудростью так жестокой рукой так жесткой простите рукой написал в своей книге царский путь о последнем русском государе некий и смыслов так и вспомнишь после прочтения строк и смыслово восклицания шолоховского макара нагульного из поднятой целины о том что если бы тысячи баб детишек и стариков нужно было в кавычках в раз пыл для мировой революции кавычки закрыты он бы не задумался ни на минуту так что предложение о высылке революционного народа на беломор канал для утверждения православной веры в россии и укрепления государства звучит как раз в духе большевистского мировоззрения в этом же русле рассуждают и современные в кавычках ревнители пожалуй и они не задумывались бы ради своей веры пустить в кавычках распыл тысячи детишек и баб а что раз революция все дозволено вот таких единомышленников приобрел себе чукотский епископ сегодня именно он стал их символом их знаменем а ведь много лет о нем слывет молва как о добром пастыре и кротком молитвеннике как же получилось что нравственно чистый пастырь стал друг знаменем революционеров которые буквально пишут о том что только революция только народное восстание может спасти россию от погибели но революция это путь в никуда а вернее в ад есть другой путь и он единственный путь собственного преображения и изменения мира через преображение себя своей собственной внутренней сущности и только этот путь верен и надобен им господу если бы с такой неукротимой энергией наши в кавычках патриоты стремились преобразить себя очистить свою душу стать через обретение истина христианских добротелей светильниками веры а не декларантами за права православного народа то россия уже давно была бы помилована и спасена но совсем не в то русло направлена духовная энергетика таких людей она устремлена на возбуждение немирности духа в верующем человеке на возбуждение низменных качеств характера и страстей на канализирование потоков духовной и потенциальной молитвенной энергии церковного народа в рамках партийных схем и циркуляров именно поэтому им выгодно разделение православного народа на тех кавычках кто стремится служить правде божий сопротивляясь тайне беззакония кавычки закрыта и тех кто служит апостасийному начальству маскируясь под кавычках православных для подчинения народа готовящемуся царству антихриста конец цитаты но если бы в кавычках ревнители действительно были ревнителями то не нужно было бы никаких воззваний не митингов потому что через чистую молитву покаяние безмолвие смирение пост послушание сподобились бы они а до господа таких даров такого священно начали такого государственного устроения такой благодати для себя и русского народа что никакие обращения или воззвания уже не потребовались русские иноки уходили в пустынные леса в уединение стремились в безмолвие и там пребывая в пустынничестве через победу над собой вымаливали державность земле русской они молились там а господь по своей святой воле по своему благому усмотрению обустраивал в миру все что необходимо для полноты государственного устройства россии поставлял куда необходимо нужных людей формировал обстоятельства способствующие спасению человеческих душ спасению и процветанию государства а мы стремимся сначала изменить мир в надежде на то что он потом изменит нас и окружающих но эта идея утопична мало того она пагубна для спасения души надо понимать и верить что сила божия может проявляться в гораздо больших и страшных событиях чем виденное нами несколько лет назад цунами на берегах индийского океана стояли бордели казино процветал разврат 10 минут и ничего не стало а господь может гораздо более существенным образом в одно мгновение переменить всю ситуацию не только в стране но и во всем мире или мы не верим в это все может измениться но только не по требованиям гордых а по молитвам смиренных а учесть гордых предсказано если у нас стыд и совесть и способны ли мы еще испытывать чувство стыда и грузения совести или эти качества у нас уже абсолютно атрофировались если мы действительно верим в бога и богу то для чего же выступая в качестве требователей да какое мы имеем право или может у кого-то или может у кого-либо есть сомнения в том что господь не видит и не слышит всего того что происходит в россии с россией и с ее народом так где же вера наша требовательность созыва поместного собора больше напоминает борьбу за свои права кто на него соберется горлопаны которые сейчас окончательно распилили союз русского народа так там не видно христовой веры а есть некая партийная деятельность большевизм или либерализм в сущности последующие дьявольские это лишь поверхностно они противостоят друг другу для испытания и уловления многих а в глубине своей это две змеи вылупившиеся из яиц из яиц одного гада недаром так быстро произошло превращение многих убежденных комсомольцев и юных коммунистов в преуспевающих либеральных бизнесменов следует здесь вспомнить ветхозаветную историю о том как израильский народ за свое богоотступничество был наказан и предан в руки вавилонского царяного худоносора который подчинил себе иудейское царство но не стал разрушать храм и сохранил иерусалим когда иудеи хотели пост поднять восстание пророка иеремия стал убеждать их и царя сады киев не делать этого он говорил что вавилоняне посланы богом в наказание за грехи царей и народа за отступничество от веры что единственным способом избавиться от бедствия являются покаяние и исправление покаяние исправления и молитва к богу но не царь не народ не послушались пророка тогда царь новоходоносор разграбил и сжег иерусалим разрушил до основания храм построенный царем соломоном и увел в плен большинство народа а иудейского царя седекию ослепил не в таком ли положении наху находится сегодня россия и не станет ли столь ожидаемое ревнителями народное восстание такой бедой после которой россия уже точно никогда не поднимется в своей православной силе если бы я был врагом россии то постарался бы вложить максимум средств для поддержки таких революционных движений и реализации их идей вот куда может привести нас безрассудная ревность именно в этом духе действует сейчас сайт русская идея парадокс тот кто объявляет себя борцом с иудейством призывает народ повторить ошибочные действия ветхозаветных иудеев времен пророка иеремии в пору господу уже спросить сна за наши беззакония и удивительно что он еще так долго терпит нас и не погубил нас со беззакониями нашими мы все как бы участвуем в театре абсурда более 80 процентов называют себя крещенными православными и столько же тех кто запятнал себя будучи причастным к убийству через аборт ныне в россии ежедневно убивается через аборт 13 тысяч младенцев что это значит это значит что 13 тысяч женщин ежедневно ложатся под нож и вместо божьей милости и благодати материнства получают дьявольское клеймо человекоубийцы чего же недостойны убийцы младенцев все в обществе сегодня возмущаются засилием педофилов маньяков и прочих солистов и требуют для них самых жестоких смертных казней но чем лучше педофила мать позволяющая разодрать на части в своей трубе невинного живого младенца и самое страшное даже не раскается в этом не принести покаяние к господу за участие в убийстве все возмущаются ростом детской и подростковой преступности но не является ли это преступность божьим бичом за наши беззакония за нашу греховную жизнь некоторые православные обвиняют власть в том что она законодательно не запрещает аборты а что же если запретить разве их перестанут делать нет не перестанут будут делать подпольно но это даже второй вопрос а первый почему и зачем власть должна взять на себя те функции которые обязана выполнить совесть каждого конкретного человека ведь насильно то в абортарии не президент не губернаторы никто не тащит от греха в первую очередь нас должна отстранять наша совесть а вовсе не государственная власть власть не способна изменить совесть народа если она у него еще есть она способна только к тому чтобы вселить в него страх но не страх божий а страх как эмоцию в ситуации угрозы биологическому или социальному существованию индивида но надо бы на ли это господу зато народная совесть в полной мере способна изменить власть и государственное устройство сегодня русский народ в своем большинстве православный и крещеный пока только по названию и необходимо пройти эволюцию может она будет короткой но только это должна быть эволюция а не революция какой смысл решать все поставленные болезненные вопросы если в сущности мы даже решив их останемся народом безбожным народом убийцей народом богоотступником и клятва преступником народом ищущим своего они божьего народом который не несет свет миру не желает быть солью земли насколько мы вообще достойны иметь патриарха тех иерархов и пастыри которых даровал нам господь не мы их выбирали господь поставил их над нами абсурдно и есть признак неверия думать что неволею господа стоят сегодня надо стоят сегодня над нами те пастыри которых мы заслуживаем а вернее сказать не заслуживаем бог их поставил над нами может быть они не самые лучшие но других то нет откуда им взяться нет иноческого делания архиереи выходят из иноков а иноков нет в одном кирилло-белозерском монастыре было в свое время более 500 иноков а сегодня всего три а по всей санкт-петербургской епархии около двухсот в одном из своих посланий государь иоанн грозный писал сказано что свет инокам ангелы и свет мирянам иноки а сегодня общество не дает миру иноков а значит нет света миру а если и дает то каких послание эфесянам 5 11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обречайте и языкиля 33 8 когда я скажу беззаконнику беззаконник ты смертью умрешь а ты не будешь ничего говорить чтобы предостеречь беззаконника от пути его то беззаконник тот умрет за грех свой но кровь его взыщу от руки твоей евреям 1025 будем увещевать друг друга и тем более чем более усматриваете приближение дня он его милостыня 1878 год и с тургенев вблизи большого города по широкой проезжей дороге шел старый больной человек он шатался на ходу его исхудалые ноги путаясь волочась и спотыкаясь ступали тяжко и слабо словно чужие одежда на нем висела лохмотями непокрытая голова падала на грудь он изнемогал он присел на придорожный камень наклонился вперед облокотился закрыл лицо обеими руками и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую седую пыль он вспоминал вспоминал он как и он был никогда здоров и богат и как он здоровья истратил а богатство раздал другим роздал другим друзьям и не другом и вот теперь у него нет куска хлеба и все его покинули друзья еще раньше врагов неужели шима унизится до того чтобы просить милостыню и горько ему было на сердце и стыдно а слезы все капали да капали пестря седую пыль вдруг он услышал что кто-то зовет его по имени он поднял усталую голову и увидал пред собою незнакомство незнакомца лицо спокойно и важно но не строго глаза не лучистые а светлые зон взор пронзительный но не злой ты все свое богатство раздал послышался ровный голос но ведь ты не жалеешь о том что добро сделал не жалею отвечал со вздохом старик только вот умираю я теперь и не было бы на свете нищих которые к тебе протягивали руку продолжал незнакомец не над кем было бы тебе показать свою добродетель не мог бы ты упражняться в ней старик ничего не ответил и задумался так и ты теперь не гордись бедняк заговорил опять незнакомец ступай протягивая руку доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле что они добры старик встрепенулся скинул глазами но незнакомец уже исчез а вдали на дороге показался прохожий старик подошел к нему и протянул руку этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего но за ним шел другой и тот подал старику малую милостыню историк купил себе на данные гроши хлеба и сладок показался ему выпрошенный кусок и не было стыда у него на сердце а напротив его осенила тихая радость кого по выбору нам можно не любить в дом не впускать приветом не лаская как не сойти с натоптанных орбит быть с нелюбовью даже в день пасхальный нам заповедано достичь ритиков пробить их гордость и дикое упрямство к нему многие скатились дуряком навек погибли за церковным пряслом кто отрицает божество христа не верит в жертву чудо воскресения с тем не общайся от него отстань иначе враг в нас плевел и посеет и все под тайной и вначе враг в нас плевел и насеет и все под тайной кто же еретик в тот клинч вгоняет всех кто неугоден поп входит в раж он так к тому привык гвоздил всегда и буйствует сегодня для старовера все еретики кто два перста ему в глаза не сунет и смыслу здравому бормочет вопреки всех зазирая старостильно буйно распространенным стало штампом еретик на всех кто нестандартно мыслит штампик кто ханженством слепцов посмеет укорить того позиции у староверов шатки иные всех готовы залезать налево и направо истиной торгуя лишь единицам стежку высветит назад измыслил церковь враг совсем другую где нет апостольского рукоположения там явно ересь и никак не церковь пытается прикрыться слово извержением и на аршин сектантские библию стал мерить куда ни глянь везде ересь примостил а может к нам то ересь примостилась и на аршин сектантский библию стал мерить куда ни глянь везде ересь пимостилась где вместо благовестия веками шли торги там Свыше Дух Святой не обрекает силой. 9 сентября 2008 год. Игнатий Лапкин.